В мире существует огромное количество городов-призраков, и сегодня мы с вами узнаем про такой и побываем в нем. Этот город называется Новоалександровка и находится на окраине города Уфы, в России. Ролик будет разделен на две части. В первой части я расскажу вам историю данного города, а во второй мы с вами туда отправимся. Новоалександровка, бывший жилой район, расселенный в конце 90-х годов по причине крайне неблагополучной экологической обстановки. 30 лет назад на химическом предприятии, расположенном недалеко от жилого массива, произошла крупная техногенная авария – выброс фенола. В наши дни экология несколько улучшилась, и некоторые заброшенные здания были переведены в коммерческую недвижимость. Однако часть массива до сих пор остается пустующей. Новоалександровка устроили бывшие заключенные, и поэтому старожилам Уфы она известна под названием «Пятый лагерь». Решение строительства спецлагерей здесь было принято в рамках программы индустриального развития региона. Труд заключенных очень широко использовался в рамках строительства Новоалександровки. Там строились нефтеперерабатывающие предприятия и химические заводы. С 1942 года в район Новоалександровки поступали первые партии военнопленных. Немцы были заняты в работах на строительстве заводов, а также при постройке жилых кварталов в Уфе. В 1953 году лагеря были закрыты, а спустя несколько лет с территории поселка был окончательно снят статус режимной территории, или же промзоны. Жизнь района постепенно налаживалась и переходила в русло гражданского быта. Вплоть до 70-х годов строились новые дома, обустраивалась инфраструктура. Новоалександровку заселяли комсомольцы и участники становления нефтехимического производства в Уфе. Для более комфортной жизни были построены несколько поликлиник, больничный городок, детсад и школа. В то время район насчитывал около 45 тысяч жителей. Но не стоит забывать, что Новоалександровка в первую очередь была промзоной, и поэтому вместе с развитием инфраструктуры развивалась и промышленность. Именно это и предрешило судьбу населенного пункта. Вместе с развитием района развивались и нефтехимические предприятия, находящиеся поблизости от Новоалександровки. К середине 70-х территория промзоны разрослась настолько, что находилась уже в трех километрах от границы жилого массива. По санитарным нормам размещение поселений подобное соседство было просто недопустимым. Сложно было представить, что несколько десятков тысяч жителей долгое время проживало в столь опасном месте. Разумеется, что никакой статистики о влиянии вредного производства на здоровье горожан попросту нет. Решение о необходимости переселить людей из промзоны возникло еще в 70-х годах. Однако фактически никакой активности для этого не предпринималось, и поэтому жители продолжали жить своей жизнью. Позже были внесены изменения в законодательство, и периметр опасной зоны сократился с 3 до 1 километра. Так что по новым правилам размещения, по мнению чиновников, территория Новоалександровки более не относилась к неблагоприятной экологической зоне. Так что район могли и вовсе не расселять. Окончательное решение о судьбе неблагополучной локации было принято лишь после крупной аварии на территории одного из химических заводов, произошедшей в 1990 году и повлекшей за собой отравление окружающей среды фенолом. Ближе всего к источнику выброса предприятию Уфа Химпром оказалась Новоалександровка. И после случившейся аварии было принято решение о том, что люди больше не могут жить в крайне опасной экологической зоне. Район было решено переселить. Так на карте Уфы появился свой мертвый город. Заброшенные дома моментально были завандальны и разграблены. Состояние без того не самого свежего жилого и хозяйственного фонда довольно быстро пришло в упадок. На фактически никем не охраняемой территории появились различные притоны, а часть локаций облюбовали представители различных субкультур. Со временем вокруг заброшенного района стали появляться жуткие городские легенды. Впрочем, чем-то оригинальным удивить вряд ли получится, так как все довольно стандартно и банально. Как правило, байки связаны с призраками в заброшенных домах или же обезумевшие сектанты. Ну а теперь мы с вами отправимся в саму Новоалександровку. Ну что же, вот мы и в Новоалександровке. За мной сейчас прекрасная надпись «Карма», и сломанная клавиатура, и также первое здание, в которое мы сейчас с вами зайдем. Неприятный запах. Как все-таки тут техногенная катастрофа произошла? Ну и вот надпись «Промзона». Вообще, моей целью, конечно, является зайти в психиатрическую больницу города Новоалександровка, или же в поселок городского типа. Почему же я хочу попасть именно в психиатрическую лечебницу в Новоалександровке? Не только потому, что мне скучно жить, но еще и потому, что за три месяца до техногенной катастрофы там произошло одно очень интересное событие. За три месяца до техногенной катастрофы главный врач в психиатрической лечебнице был найден мертвым в своем кабинете. Он повесился. Ну, была не была, давайте попробуем пролезть вот сюда. Так, ну как я понял, вот это заброшенный барак Новоалександровка. «Кромзона». Здесь кто-нибудь есть? Ой, хоть бы нет, блядь, хоть бы нет. Меня очень смущает вот этот сильный ветер, который сейчас почему-то поднялся. Именно в тот момент, как я зашел сюда, потому что на меня сейчас может что-то упасть. Ибо эти здания держатся буквально на соплях. Так, как мне пробраться в само здание? Мне интересно по нему пройтись немножко. Я думал, может, получится вот здесь вот, но тут проблемка. Типа, если я... О, хотя бы здесь, по сути, можно. Пойду-ка там попробую. Так, ну, я пока что никуда не провалился. Это уже не может не радовать. Но если я пойду вон туда, то хорошего будет явно мало. Что у нас вообще? Здесь была лестница. Здесь у нас провал. Здесь тоже. Рушь на есть. Так, ну, понятно. Здесь здание... Да оно разрушено уже, можно сказать. Да, здесь все полностью промпанкинулось. Ну, да, здесь. Продолжение следует... Ну, а сейчас я отправлюсь в центр этого заброшенного города. Вот она, психиатрическая лечебница города Новоалександровка. Тут видны какие-то баночки, скляночки. Я не знаю, как сюда зайти. Ещё интересно, что некоторые окна вообще забиты кирпичом. Вот это, вот это. Тут ещё рядом окно. Двери тоже со всех сторон заколочены наглухо. Поэтому я не знаю. Есть одно открытое окно, но, блин, у меня нет стремянки или ещё чего-то, чтобы забраться туда. Вообще, когда ходишь по таким вот городам-призракам, особенно если знаешь, из-за чего жители уехали, такое неприятное ощущение появляется. Просто видишь в эти здания и понимаешь, что там жили люди, там была жизнь. А сейчас это просто пустота. И вот мне всё равно интересно, почему некоторые окна забиты кирпичом. И ещё одно небольшое замечание, то, что на территории всего этого города или посёлка ужасно неприятный запах. И я немножко побаиваюсь, не остался ли здесь фенол. А вот это пиздец. А вот это страшно. Это очень страшно. Это очень-очень страшно. Да. Вот только снесли, вот, снесло сейчас. Недавно? Все здания, да. Снесли. А это школа была. Есть ещё одна школа тут, бывшая тоже, там, больница была, но вам туда лучше не ездить, там, потому что питомник рядом. И в этой школе собаки живут не будут. А вот доходы, которые я показал, куда... Запасы там будет? Да, да. Куда можно съездить, да. Это вам лучше вернуться на главную, доехать до развилки, где поворот. Вот, вот, там боль тут видели, там, наверное, наверное, вот вы чуть не спускаетесь на правую, на левую развилку есть, и переплёшься. Вот вы здесь отсюда вверх, вам налево надо идти. Сейчас, наверное, не знаю, щитом сняли, потом будет положено. Вот по этой улице, вам наверх надо подняться. Так, раз. Ну, всё, до снигу. Мы сейчас остановились вот в таком районе. Здесь несколько пустых домов, и я хочу сейчас хотя бы в один из них зайти. Ну, вернее, попробовать. Не знаю, чем это закончится. Но тут меня ждал небольшой сюрприз в виде жителей этого дома. Блядь, там полный дом собак. Я сейчас этого не снял, но там просто штук пять собак на меня вставились. Меня мужик предупреждал, что здесь что-то не то. Там все мятки. Там все мятки. Субтитры создавал DimaTorzok